Здравствуйте! Пятница, очередная серия видеоблога. И с вами, как обычно, Сергей Кулеш. Олег Данилов, ведущая видеоблога на KCUA. Так как погода нынче жаркая, и мы немножко будем здесь жаркие, вялые, настоятельно рекомендую лайфхак, подсказанный нашими читателями в комментариях к ведущему выпуску. Ставите в ютюбе скорость прыгания полтора, и все будет намного веселее. А мы специально будем говорить немножко и показывать немножко медленнее. Все? Все! Поехали! Итак, первая часть нашего видеоблога традиционно посвященной железу. Алюминию, молибденную, чугунью, опять, отлично. И внезапно в железе у нас Mozilla, которая предлагает, предполагается, что он запустит первый телефон на базе Boot2Gecko. Что это такое, Семен, что ты специалист по Boot2Gecko? Я знаю, я точно знаю. Я лучший специалист в стране по Boot2Gecko. Boot2Gecko это предложила компания Mozilla нечто похожее на Chrome. На Chrome, да. То есть телефон, который работает только в онлайне. То есть рабочий стол браузер, вот это онлайн, вот это все закладочки. Приложение это просто как бы как те же виджеты для браузера. Самое смешное, что вся эта фигня не работает, как только вы уходите из сети. И самое смешное в этой истории то, что у Google это так и не взлетело. И Chrome и Chromebook так и остались очень красивой идеей. Идея отличная на самом деле. Почему, допустим, Microsoft в WP7 можно сделать так, что Skype не работает в фоновом режиме, а вот Mozilla нельзя сделать так, что в оффлайне не работает ничего. На самом деле они говорят, что все отлично, все будет работать в оффлайне. Просто методики сохранения данных в оффлайне будут ровно такими же, как методики сохранения данных в оффлайне в браузерах. Ты же можешь работать с Gmail в оффлайне, допустим. Присходит какая-то синхронизация. И все. Ноки. Зачем? Но ты можешь себе представить современный смартфон, который не находится в сети? Это уже iPod. Я не могу себе представить, все правильно ты говоришь, но есть готовые операционные системы. На самом деле вот сейчас эта штука запускается, по-моему, как вообще как-то надстройка над андроидом. То есть сначала ставишь оболочка. Да, потом ставишь оболочка. На самом деле это будет операторская штука. И опять-таки у Samsung есть Bada. Mozilla хочет сделать себе что-то еще. Бада полноценно все-таки операционная система, а не настроечка над андроидом. Ну хорошо. Но смысла в ней никакой, если есть андроид. Ты знаешь, что телефоны на Bada покупают именно как телефоны, а не как смартфоны. То есть мало кто разбирает, что это операционная система. И купив такой телефон себе, я так и не смог найти нормальный виджет под погоду. Понимаешь? Потому что разрешение, там первая Bada со слабым разрешением и там в приложении кот наплакал просто. Как ты мог наступить на такие граммы? А я покупал телефон не себе, а жене, а он был розовенький и все. Понимаешь? Понятно. Подожди, еще что-то хотел сказать. Все вроде выглядит хорошо, красиво, бесплатно, но проблема в том опять-таки… На метро похоже. Для того, чтобы писали там нормальное приложение, должна быть система популярной. Подожди, стой. Ну, если это гека, там мазиловский движок, да, то есть куча аддонов и приложений под мазилов существует. Ты думаешь, что он так прямо работает так сразу? Понимаешь, что прямо так он работать не будет, то скорее всего конвертирует и будет теперь работать. Ладно, не тормозим, поехали дальше. Да, дай бог. HTC. Говори медленнее. Нет, быстрее, быстрее, не тормозим. Хорошо. HTC покупатели предпочитают тонкие смартфоны в ущерб увеличенному аккумулятору. Вот никогда этого не понимал. Вот эти вот гробы-аккумуляторы, которые выступают наружу, портят внешний вид движения. Так подожди, ты за подснул гиков, которые ратуют за двухсантиметровые телефоны или за тех хипстеров, которые хотят тоненькое что-то? Я за тех хипстеров, которые хотят тоненькое, да. Вот кошмар. В данном случае я за хипстеров. Новость, давай-давай отзвучим сначала факты. Итак, HTC провела какое-то исследование, непонятно где, в каком темном лесу или в каком магазине, опросила. Подожди, методики нет. Она опросила людей и опять-таки нету точно вопросов. Они не сказали как точно, они задавали вопрос. Зачем там было опрашивать? Смотришь на количество продаж, батареек увеличенных и обычных телефонов, все понимаешь. Понимаешь, в чем дело. Количество продаж, оно не информативно, потому что если бы был выбор, вот допустим, ты приходишь. Я всегда, знаешь, о чем мечтал? Я мечтал о том, что можно было бы прийти, допустим, в Apple Store. Вот допустим, давайте в качестве примера возьмем эту компанию. Ты приходишь, что ты выбираешь? Ты приходишь выбирать iPhone. Ты, если не дурак, выберешь себе там оператора, то есть там AT&T или Verizon. И что ты еще выбираешь? Ты можешь выбрать цвет белый или черный. Ты можешь выбрать размер памяти. Вот я бы очень хотел, чтобы был еще один вопрос у человека, который тебя спрашивал. Он бы тебе говорил, вам, пожалуйста, батарейку на 3000 мАч или на 5000 мАч. Только до 2 раза толще. В 1,5 раза толще. Почему? Если бы был этот выбор, это было бы просто великолепно. Ну почему ты можешь выбрать объем памяти? Ну потому что… А не можешь выбрать объем батареи. Потому что увеличение размера батарейки, увеличение ее объема это увеличение размера, 100% без вариантов, меняет эргономику устройства. Оно по-другому лежит в руке, оно по-другому дотягивается до приложения. Естественно. И в чем проблема? Миллиметры крышки ты уже не бегуешь, дотягиваешь. И в чем проблема? А в том, что Apple заботится об эргономике своей. Заботится. Все продумано. Куча людей. Ты почитай комментарии. 68 комментариев, там ни одного хипстора нет, который бы написал, что ему надо тонкий телефон. Все говорят, что я хочу толстый телефон. Хочу толстый телефон. Телефон, который нормально будет работать. Я считаю, что люди правы. Еще один интересный комментарий к этому вопросу. По поводу того, что предпочитают покупатели. А вот те, кто высказывается здесь, это как бы форумные знатоки, которые могут писать обзоры по фотографиям устройства, которые сразу знают. По техническим характеристикам могут сразу дать рецепт покупать или не покупать. Для меня, опять-таки, чисто мое мнение, то есть мы обсудили вопрос. Чисто мое мнение, мне нужна такая батарея, которая бы держала при самом тяжелом использовании день. Все. То есть это должен быть компромисс. Мне не надо батарея, которая держит три дня. Мне не надо батарея, которая держит полтора дня. Это просто финиш полтора дня. Потому что это и не вашим, и не нашим. Все равно его придется заряжать каждый день. Но при этом вы будете в полтора, на двадцать, на тридцать грамм больше у вас будет этого веса. Зачем оно вам надо? Сделайте так, чтобы он работал в день. Хорошо. Все. Новые процессоры в техпроцессе пойдут, они будут меньше кушать. Будет батарея жить, соответственно, дольше. И никому не нужны большие батареи. Все, поехали дальше. Сейчас уже ноуты, извини меня. Некоторые те же ультрабуты могут работать дольше, чем ультрабуты. Тут множество новостей о Samsung Galaxy 3, слухов, полуслухов и так далее. Galaxy S3 появился в немецком Амазоне. А вьетнамцы показали смартфон на видео. Те же вьетнамцы, по-моему, которые показали одни из первых новый iPad. Еще до анонса. Настоящий смартфон. Настоящий вьетнамцы, да. Настоящему вьетнамцу. Вы всегда везде такие. 4,7 дюйма экрана. Я предлагаю, мне уже надоели. Про керамический задник, про 12 мегапиксельную камеру. Давай, но мы дождемся, тут уже осталось ждать совсем недолго. В следующий раз мы уже наверняка расскажем что-то конкретное. Вы уже расскажете, у меня не будет в следующий раз. А ты думаешь, мы будем писать видеоблог в четверг-пятницу? Давай обсудим это. Я очень сильно сомневаюсь. Ребят, не будет блога, будет двухнедельный перерыв. Так, Oakley разрабатывает, собственно, аналог Google Project Glass. Такая новость, знаешь, Oakley что-то там разрабатывает, какая-то непонятная фотография, то ли это плеер у них. Были же наушники, очки с плеерами. То есть на устройство расширенной реальностью это не похоже совершенно. Просто у них есть, оказывается, свое подразделение по выпуску защищенных очков для военных и рабочих всяких. То есть тяжелых профессий. И поэтому я не говорю, что свои разработки по поводу выведения информации на очки, на сетчатку, на глаза, они довольно давно проводят. На юсб разъемчик. Да. Не, ну хорошо. В любом случае, я думаю, что если у кого-то это выстрелит, то это у Google. В смысле, дизайн тебе нравится? Нет. Там такие комментарии. В отличие от Google отличный дизайн. Ребят, у Google это пока референсная модель. То есть просто... Это прототип просто. Ну, да. Дальше. LG представила в Украине смартфон Optimus 3D Max. Ну, только показан на Mobile World Congress и только сейчас доехал до нас. 3D без очков. Цена 2800 гривен, если я не ошибаюсь. 3D фото, двойная камера. То есть, опять-таки очень странный телефон. А, 5700? Господи, что ты меня так скрючил? 2800. Ровно в два раза меньше цену на зал. 5700. Ребят, если у вас лишних 5-6 тысяч есть... И вам зачем-то вдруг по какой-то непонятной причине понадобился 3D фотографии? Представляете, сколько раз можно сходить в IMAX за эти деньги? Просто это 300 кино. Можно пожизненный абонемент купить в IMAX и посмотреть нормальное 3D. Вот, опять-таки, не в обиду компании LG, как сказал... Кто сказал? Слушал. Никакого 3D в наших телефонов. Ну, подожди, это фишка. Лжи хочет ее развивать, пусть развивает. Тебе какая разница? Хорошо, поехали дальше. Ну, там одни уже доразвивались. Читика. Читика. Ну, даже раз не за читика. Читика посчитала, что пользователи HTC упали на 60% в месяц. Чити-то, видишь? Вот нечего продавать тонкие смартфоны, блин, без батареек вообще. Думаешь, это из-за этого. А не из-за того, что HTC был совершенно размытый, невменяемый модельный ряд, который трудно понять кому угодно. Я считаю, отличнейший модельный ряд. Куда ни плю, ни везде флагман. Ты считаешь, это плохой модельный ряд? Я считаю, это отличный модельный ряд. Где, пожалуйста, флагман? Вам какой? В прошлой неделе или позапрошлой неделе? Вот. Ну, на самом деле, да, не очень хорошо. Ну, вот сейчас линейка у него вышла очень неплохая. HTC One. One, X. Да, пожалуйста. V. V. Z. X и X. Да. То есть, ну, не знаю. Да, в прошлый год действительно был не очень хорошо. Надеюсь, это будет лучше. Intel официально представила процессоры Ivy Bridge. Все мы давно этого ждали. На самом деле, у нас есть уже даже большой тест этих процессоров. И можно детально почитать, что у них новенького, как выглядят 3D транзисторы, сколько у него коров и как он работает. Самое то, что на поверхности 22 нанометров, значит, меньше греется. И чуть быстрее все равно, да. Вот. Это, собственно, те процессоры, на которых сейчас будут выходить новые ультрабуки. Новое графическое ядро. Тоже довольно неплохое, кстати. Дальше. AMD представила производительная мобильная видеокарта серии Radeon 7000M. В ответ. AMD представила. Ну, ответ такой оказался. Да, не сильно много, не сильно кого-то интересовало эта новость. Но все же, теперь вы будете знать, что есть и у Radeon новое. Так. А вот Ivy Bridge разогнали до 7 ГГц. Взяли и разогнали. Опять, кстати, на материнской плате Asus, да? Точно. Потом остановили или нет? Нет. Ушел. Разогнали и за горизонт. Ушел за горизонт. Хорошо, молодцы. Значит, хороший процессор. Так. Huawei станет одним из партнеров Microsoft в производстве устройств на базе Windows 8 и Windows 8. Мы недавно брали, собственно, интервью Huawei. Надеемся, оно скоро выйдет. И там один из запросов был. Собираетесь ли вы его выпускаете устройство на Windows 8? Да. Вот ответ уже есть в новостях. Собираются. Молодцы. Молодцы. Что сказать. Так, что у нас там дальше? Вот это прикольная новость. Уходим на судебное разбирательство Сорокол в плу оригинальный телефон Google. Я люблю такие, знаешь, исторические копания в патентах. Оно прикольное. Вот эти как Google представлял себе свой первый телефон. Никакого сенсорного экрана речи не шло. Это же Nokia. Да. Это же Nokia. Никакого сенсорного экрана. Такая вот клавиатура замечательная. Вот джойстик, наверное, да? Такой дизайн. Похоже на Apple-овский, кстати, закругленными краешками. На Nokia он очень похож. Вот такие мыльницы были. Вот эти N-80, по-моему, N-72. Ну, они одумались и вот это чудо не пустили в продажу. И в разработку. Ой, вы только вчитайтесь. ARM процессор сейчас стоит 200 МГц. 64 МБ оперативной памяти. Флот мини-сд мини еще, а не микро. Двухмегапиксельная камера. И это было не 20 лет назад, господа. Это было всего-навсего 5 лет назад. А потом что-то поменялось. Внезапно. Мы почему-то поменяли дизайн. Концепция поменялась. Мы писали про слухи по этому, по этой модели. Теперь они официально ставили. Asus, да, подготовил выпуск новые ультрабуки. У X31A и 21A. Они розовенькие. На самом деле там есть некоторые изменения. Они будут не только розовенькие. Да, я знаю, там несколько цветов. Самое большое изменение это вот матовые дисплеи на базе матрица IPS с разрешением 1920 на 1080. Причем как в 11 дюймовом, так и в 13 дюймовом. Это просто фейспам. Потому что 11,6 дюймов, я уже показывал, по-моему. Да, вот это 11,6 дюймов. С таким разрешением это реально какая-то не ретина. Не знаю что. Проблема в том, что не все нормально масштабируется. Даже система не всегда точно масштабируется. А стороннее приложение выглядит вообще страшно. Это проблема у Microsoft наверно. Ну ты знаешь, все-таки я привык к тому, что производители железа работают в Содружестве с производителями софта. Ну посмотрим, опять-таки надо посмотреть. Ну на мониторе доступное такое разрешение полнота. Там диагональ-то побольше. Да, диагональ-то побольше. Ну да. Дальше. Ой, новость, которая мне просто понравилась. Я просто тоже послезил с этой новостью. Белорусское государственное предприятие «Горизонт» показало свои планшеты. Кто не знает, «Горизонт» это были одни из лучших советских телевизоров цветных, за которыми стояли очереди, которые покупались из-под полы. «Горизонт» была мечтой всех советских граждан. А теперь компания «Горизонт» выпускает все подряд, начиная от микроволновок, вентиляторов, кондиционеров. Вот и планшеты они стали делать. Как подсказывают нам в комментариях, это было понятно и без этого, это какой-то китайский планшет с перебитой маркировкой, с очень странными параметрами и очень ужасным экраном. Но тем не менее, отечественное, вообще, белорусское производство. Тебе, Сережа, должно быть приятно за свою родину. Я закажу, конечно. Я закажу на тест, скажу, да. Очень надо. Первый белорусский. Первый белорусский, знаешь, как фронт. Первый белорусский планшет. Зато люди занимаются хоть чем-то, понимаешь? Так у нас тоже ампада есть. Окей, парировал, давай дальше. Скажи мне, Олег, почему производитель автомобиля начал зачем-то выпускать мониторы? Это в подголовники встраивать? Да, это в подголовники. Нет, это просто для тех, кто такой маленький, кто не помнит о том, что компания Mitsubishi выпускала мониторы всегда. А трубка Diamond Tron соперничала с трубкой Trini Tron High Black с Sony. И специалисты еще спрашивали, что лучше, телевизоры Mitsubishi или телевизоры Sony. И мониторы опять-таки. Нет, мониторы в пирожнике. Mitsubishi выпускала мониторы профессиональные и до сих пор их выпускают. Поэтому, собственно, удивляться тому, что Mitsubishi выпустила две модели на IPS-матрице совершенно не стоит. Пятиминутка ликбеза закончена. Мы переходим к HTC Facebook. Вы помните HTC на прошлом MVC, не на этом, а на прошлом MVC. Chacha из Salsa. Показывала телефон со специальной кнопкой Facebook, чтобы даже думать не надо было. То есть нажал кнопку и все, сразу запостил, сразу там что-то сделал. То есть тревожная кнопка такая проспасть? Да, а теперь как бы компания Facebook хочет зайти еще дальше. Ну, все же логично. Подожди, Facebook же купил Instagram, да? Ты же думал, что ты куда-то Instagram вставляешь? Да, точно. Проблемы. Вот она, вот она камера для Instagram. Вводит телефон со встроенной кнопкой Facebook, со встроенной кнопкой Instagram. Где кнопка будет, которая не нужна? Знаешь, в хороших фотоаппаратах есть кнопка сделать хорошо. В этом телефоне будет кнопка сделать плохо. Испортить фотографию. Сделать с тебя что-ли, заинстаграммить? Фотографируешь чувака, он сразу убирает кепку, отращивает волосами, перекид меняет и все. Все, на этом железные новости, все. Переходим к следующему блоку. Переходим к следующему блоку, не надо. Новости в Instagram послать, раз такое делаешь. А теперь новости технологий, которые очень близки к новостям железо. NVIDIA. В 2014 году производительность графики мобильных устройств произойдет в производительность современных игровых консолей. Графика мобильных устройств 2014, консоли 2012. Ну да, капитан очевидность. Ваша NVIDIA. Нет, посмотри, вот этот график посмотри. Консоль вот такая будет, а вот такая будет мобильная. Консоль такая есть. Они показывают, это консоль предыдущего, текущего поколения. Она доходит до 2012. Новая консоль появится в конце 2012, 2013. Сделают вот так вот. Опять обогнав, соответственно, всех. То есть они как бы очень очевидные вещи сказали, но графика, конечно, растет. И это логично. Я вообще бы рекомендовал всем, у кого есть iPad 2 или 3, подключать его к телевизору, играться именно вот так. Да. С помощью Apple TV. Только там еще не забывайте о том, что нужен еще Apple AirPlay, чтобы не было лагов. Потому что на… Нужен нормальный не B роутер, блин, а хотя бы N. Не, не B. А B. Не G. А G у тебя? Да. Все равно G. Не G роутер и не G роутер. Ладно. А нормальный N. Вот, ты посмотри. PixelQui готовит энергоэффективного конкурента Retina Display в iPad. Электронная бумага будет вот такого качества? Это не электронная бумага. В PixelQui это немножко другая технология, которая обеспечивает все и позволяет читать. Ну там короче получается можно практически без подсветки читать. Это как вот очень похоже на зеркальную подложку. Вот как раньше в КПКшках был зеркальный слой сзади. Ты мог выключить полностью подсветку и при этом видеть все, что там нарисовано. За счет внешнего освещения. То есть я когда ездил там в маршрутке на работу, я поворачивался к окошку и все хорошо читал. То есть только сказать, что это TFT-экран без подсветки в большом счете. Я если честно, да. Я не буду углубляться как бы, но потому что сам не знаю. Вот. В то, что выстрелит вот это вот все. Тут есть вот такая красивая картинка. Как оно про энергопотребление. Только там есть такая фраза. Estimated. Proposed. Нет, у PixelQ Proposed вообще. Предположительно. Ожидаемо. То есть то, что оно будет энергоэффективным, понятно. Но насколько будет хорошее качество у нас прямо сейчас в редакции находится. Устройство. Да. На светном яинк экране, на которое смотреть без слез невозможно. Нет, можно. Там, например, старые картины. Я плакал, рыдал, чуть-чуть девайс не испортил. Картины старых мастеров выглядят отлично. Лучше всего смотреть в музее. Понимаешь? А на этом хорошо смотреть журнал работницы. Поэтому он выглядит точно так же, как должен выглядеть. Понимаешь? Ладно. Поехали дальше. Вот. Видишь, когда внутренняя подсветка не используется вообще, ее заменяют внешний свет. То есть это примерно та же штука. Дальше. VPC обновила стандарт QI и увеличила радиус его действия. Ты расскажи нам, что это стандарт QI. О чем вообще речь? Подожди, расскажи. Ах, ты вообще не знаешь, что такое это. Это беспроводная зарядка устройств. С помощью индукции магнитной. Как я понимаю? Есть такая специальная площадочка. Ты бросаешь на свои девайсы, они заряжаются. Вот это стандарт и описывается QI. Это он. Максимальная дистанция. В 5 мм до 40 мм. Да. Он может делать совершенно другие зарядные устройства другого формата. Вот. Но расстояние чуть будет заряжать. 4 см это много, слушай. Ну да. Можно к карманам прислониться и телефон зарядить. Нет, технология бесспорно классные. На текущий момент существует уже достаточно много устройств, но у нас всегда... Пока не выпустят Apple. Ни одного не было. Свою зарядку для айфона никто не будет шевелиться. Я тебя уверяю. Понимаешь? А ты Apple-зависимый? Нет. А вот и Apple. Внезапно. 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 Сенсорные ультрабуки это смесь тостера и холодильника, сказала компания Apple. Что они экспериментировали с подобной технологией, получается отвратительно и делать им такого не будет. Я процитирую. Вы идете на множество компромиссов, но в конечном счете не удается удовлетворить никого. Вы можете объединить тостер и холодильник, но итоговый результат вряд ли понравится пользователю. Вот это очень зря. Тостер и холодильник. Ну и отлично, подожди. Меньше места. У меня, кстати, в холодильник встроена дверца эта штука, которая воду холодную наливает. Заливает какой-то сок или компотик. Охлаждает и заливает. Ты пользуешься и часто? Нет. Вот. Там есть. Такая разница. У меня дома, знаешь, на свадьбе мне подарили слайсер. Знаешь, что это такое? Ну, резать сыр-то не никому. Да. Я его включил один раз. Тогда вот на свадьбе. Порезал палец и выключил. На самом деле, я очень расстроен. Потому что я, когда писал человек и компьютер, отвечал на вопрос, каким я вижу компьютер будущего, мне вот реально очень хотелось получить макбук, который бы… Вот это был бы iPad. Когда ты вставляешь его до станции, получаешь macOS. Нет. Кук сказал не об этом. Он сказал об этом. Он сказал не об этом. Он сказал об цельных ультрабуках современных. То есть просто не разрывающихся. Трансформер, где можно отделить планшет, а потом присоединить его к клавиатуре док-станции, имеет право на жизнь. Только сенсорная часть тебе не очень нужна будет. Вот он говорит. Дал однозначный ответ на вопрос аналитика относительно выпуска в будущем некоего гибрида из iPad и MacBook Air. То есть я-то все-таки понимаю, как ты можешь сделать еще гибрид, как бы… Главное, что знаешь, с чем говоришь? То рука устает. Принципологично тыкать. Меняйте руку, товарищи. Рука от Apple специально, да? Рука устает. Так. Samsung Exynos 4 Quad. Профессор для Galaxy S3. Профессор. Профессор, да. Процессор. Для Galaxy. Четырехъядерный новый процессор, обновленный. Они представлены его перед представлением самого телефона, смартфона. Это Arm Cortex A9 на 1,4 ГГц. Причем говорят, на некоторых крышетах видно, что он на 1,5 ГГц. Вот. Не рассказали, какое там идет видеоядро, но рассказали о том, что техпроцесс 32 нанометра. То есть процессор меньше греется и меньше потребляет. Ну, это не Cortex A15, которого ждали. И он позволяет экономить энергию и поддерживает 1080p. По-моему, два экрана. В общем, очень мощный. Нет, еще больше. Samsung очень классно описывает плюсы четырехъядерного решения. Например, одно из ядер в текущий момент занимается декодированное HD-видео. Второе поддерживает запущенные в фоне процессы. Третье отвечает за работающие в реальном времени антивирусы. А четвертое просто разряжает батарейку. Тупо разряжает батарейку. Мне понравилось про антивирус. Сидит и хрумкает. В реальном времени. Да. Это в теории. Таким образом он должен работать быстро и плавно. Это в теории. Новый хороший процессор – это отлично. Новая технология. Так. Тренд микро. Мошенники маскируются. Это мы уже переходим к сервисам. Постепенно, так и плавно технология к сервисам. Мошенники маскируют дредонственное ПО под Instagram и Angry Birds Space. Что на слуху под то и маскируют. Создаются специальные сайты мнимые, где вы можете якобы загрузить Instagram или Angry Birds Space, а там вам загружается всякое интересное ПО. Ну, как обычно, не ставьте приложение из непонятных источников. Непонятно откуда. Все понятно. Ну, хорошо, ладно. В два раза превысил пользователей бета-версии Windows 7. Да, короче, идите. Олег читает, а я закрываю только закладочки. Давай дальше. Расскажи еще что-то. Вначале видео станет доступна версия Windows 8 и Angry Birds Preview. Там еще, да, несколько вариантов Windows 8. Сейчас у нас Consumer Preview, да? Посмотрите, сколько блюскринов много. Да, сейчас Consumer Preview. Какие блюскрины? И все синие. Офф Дест. Отлично. Видите, ребята решили сразу сделать, по умолчанию сделать заставку. Такой, что непонятно было, когда у вас зависает система или когда она работает нормально. Нет, по-сам деле, в чем прикол этот, консюмер, сейчас у нас Consumer Preview. Вот этот вот релиз Preview, это будет просто консюмер Preview с исправленными ошибками. Кардинально у вас уже меняться не будет. Ошибок только добавят перед выходом и все. Читай ты теперь, пока я открываю новые. Microsoft внесла ряд улучшений в сервис SkyDrive. Тут такая прям борьба произошла. Недавно представили Google. В течение двух дней, буквально. Google Drive запускали. Skype Drive успел раньше, на полдня. Да ты что. Да. Они что-то знали. Сначала они, потом Dropbox что-то сделали, а потом уже Google представил свой Drive. Так, что они сделали? В приложениях стали реализованы лучшими механизмами управления файлами, предоставления к ним общего доступа. Стала доступна предварительная версия приложения для macOS Line, что позволяет управлять файлами SkyDrive неосредственно через Finder. Ну, короче, стало все немножко лучше. Удобнее клиент, удобнее использовать. Но оно и так в SkyDrive очень неплохое. Все хвалят этот сервис именно за... Еще третья компания в сегодняшнем выпуске, которая лучше вас знает, что вам надо. Изначально было бесплатно, можно было увеличить емкость до 25 гигабайт, но Microsoft посчитала и сказала, что 99 целых и 94. Использует не больше 7. Использует до 7 гигабайт онлайн-хранилищ. И поэтому все остальные получат именно эту цифру. Кто хочет больше, заплатит денежки. На Microsoft вернуло 25 гигабайт, потом буквально на следующий день. Всем по просьбе. Видимо было много таких-то и возмущающихся. Куда делись мои неиспользуемые 25 гигабайт? Вот Microsoft всем повозвращала. Google запустила облачный сервис хранения файлов в Drive. Если честно, я как-то не проникся вообще. Я ждал чего-то типа... На большом расчете на текущий момент Drive это переименованный Docs. Я не заметил никаких отличий. Если вы не знали, файлы в Google Docs можно было хранить и раньше. Zipari загружать совершенно спокойно. У меня установлен сейчас Google Chrome. Господи, какой Google Chrome? Клиент для синхронизации. Да. Который, я извиняюсь, 30 мегабайт памяти кушает и чувствует себя очень хорошо. То есть... Ну, по одной версии Google торопился вывести сервис, потому что всякие там Dropbox, SkyDrive и прочие очень активно в этом развиваются. Там опять-таки Яндекс еще здесь, да? Google торопился, поэтому просто ограничивается небольшими изменениями, переименованием, добавляем тарифных планов, объема и так далее. Вот. Что потом к этому сервису будут добавлены дополнительные фишки. Смотри. Там же нету ни клиента под iOS, ни клиента под... Ну, пока нет. Они говорят сумки. Скоро-скоро. Смотри, у меня... Я пользуюсь облачными сервисами, у меня два основных сервиса. Это Dropbox и это BoxNet. BoxNet хорош тем, что там 50 гигабайт. Я помню. И причем как-то пишут люди, что... Для владельцев iPad. Ну, помню, 50 гигабайт. Не для всех. Наверное. С iPad надо было зарядить, чтобы послал свои. Ну, допустим. Я говорю про свое. То есть 50 гигабайт. Чем он хорош? И у меня ограничение не 25 мегабайт на передачу файла. По-моему, 100 мегабайт. То есть я могу большие файлы передавать. Чем он хорош для меня? Тем, что я могу закинуть туда что-то объемное. Ну, то, чем я пользуюсь редко. Есть. Dropbox, в котором у меня всего там 8 гигабайт, я использую для того, чтобы хранить информацию. То есть я на работе там что-то делаю. Пишу, закину туда фотки. Я прихожу домой, точно знаю, что зайдя со второго компьютера, увижу те же фотографии там. То есть удобство. Dropbox меньше размер, но более удобен. Есть клиенты под iPad, под iPhone. Все правильно ты говоришь. Так в чем тебе не нравится Google? А ему места нет уже, понимаешь. У меня есть BoxNet, в котором много места. Есть Dropbox, который удобен. Зачем мне 5 их, понимаешь? Масса пользователей, которые пользуются почтой и Google. Зачем? И другими сервисами. Они получают автоматически такой дополнительный сервис, которые еще не пользовались Dropbox. Я чуть ли не наиболее активный пользователь сервисов от Google. Я использую очень плотно Reader. Я использую очень плотно Gmail, Google Docs. У меня вся работа в Google Docs проходит. Понимаешь? И при этом Drive вот тупо нету места. Я не понимаю, зачем он мне нужен. Вот тупо не понимаю. Это Docs. На текущий момент Drive это Docs. У тебя же нет документов? Зачем мне клиент, опять-таки, зачем мне клиент, который синхронизирует что-то? Пусть iPad там работают. Кстати, для iPad до сих пор нету клиента к Docs нормального. Да? Да. Они тебе предлагают мобильную версию, которая жутко неудобная. Ну, короче, непонятная штука. То есть я так и не проникся. Не знаю, что порадовало. У меня единственная вещь порадовала в этом. Какая? Они увеличили почтовый ящик Gmail до 10 гигабайт автоматически всем. А то у меня уже заканчивался. Который раз уже заканчивался. Очистить мне его надоело. И во-вторых, они меняемые тарифные планы великие, которые можно легко добавить себе объем. Кстати, у Тараса Мищенко у нас он себе добавил объем. У него раньше кончилась почта. У меня почта уже несколько раз кончалась. Я просто удаляю лично. Короче, почта у него кончилась вместо. Он купил 25 гигабайт. И у него сейчас вот эта штука не 5 гигабайт Google Drive, а 25. То есть если ты покупаешь себе почту, увеличиваешь… Там 2,5 доллара в месяц? Я тоже не знаю. Окей. На самом деле у нас есть по поводу Google Drive большой обзор. Со сравнением со всеми текущими сервисами читайте, выбирайте. Так, дальше. В одной строке. При загрузке файлов на Google Drive компания Google получает полное право на них. Это кто-то прочитал. Действительно, нашелся человек, который прочитал EU. Да, и вычитал там вот такое. Но прочитал он не тот абзац, потому что абзац выше говорится, что все это делается только для того, чтобы обеспечить работоспособность сервиса, конвертацию, представление в нужный вид. И компания Google уже выступила с опровержениями. Он сообщил, что нет, они не претендуют на права собственности, на файлы. Собственно, это логично. Они просто делают миллион оговорок, чтобы быть защищены от всевозможных судебных актов и со стороны пользователей. Быть может все. Учитывая американское учительное заказательство, попадает в суд очень легко. Испортить нервы компании. Получить немножко денежек. Дальше. Nokia Browser 2.0 умеет то, что не умеет Skype для Windows Phone 7. Зачем? 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 Зачем ты серия 40 и для нее браузер? Ну как зачем? Зайти сюда. На однокласснички зайти, посмотреть фоточку. Поставить кому-то опять в плюсы. Вижу тебя новая любимая сеть. Меня проперлось в рост. Я вчера такое вымочил, короче, зарегистрировался. Кстати, бесплатная регистрация, пожалуйста. Заходите. Смотри, а? На Фейсбуке за деньги. Зарегистрировался, зашел, посырел, думаю, надо же друзей поискать. И вбиваю там имя. Колян. Да. Имя друга. Не Колян. Игорь. Вбиваю там Игорь. Но фамилия там такая-то. Вот. Ну захожу. Верхняя здоровенная строка, которая выглядит как поисковая строка. А я, короче, вбиваю там Игорь. Нажимаю кнопку, как я думаю, поиск. Там какая-то стрелка. Оно мне пишет. Ничего не нашел, но почему-то написало. Вы обновили свой статус. И кажется, короче, что вместо того, что поиска человека, я его вбил, как поклонник, вбил его в свой статус. Да. У меня тоже был такой случай, когда одна моя знакомая вбила меня тоже в свой статус. А потом задавали вопрос. Что такое? Что такое? Да. Так что вот. Ну такой достаточно интересный смешной сервис. У меня уже пара одноклассников подключилась. Так что все интересно. Теперь меня можно найти в 1 класс. Теперь мне еще больше. Поехали дальше. Про Nokia браузер отличная, я считаю, поговорили. У меня про браузер. Microsoft выпустил четвертую версию, под которой… Ну давай, да. Кто бы не заметил вообще выхода из четвертой версии. Кто-то обратил внимание, чтобы поменялся номерок после обновления. Да. Никакого change logo, никаких особых изменений там нет. Она, кстати, автоматически не обновилась. Она не ставится автоматически. Очередные версии Essentials ставятся в автоапдейте. Только ему ручки надо сказать, поставьте, пожалуйста. Прикольно. Вот. Причем они прыгнули, по-моему, сразу с 2 на 4, тройку пропустив. Потому что цифра плохая. Ой, да. Ты пошел обновлять, да? Не то нажал. Да я не буду прямо здесь обновлять. Вот. И тут развелся такой огромный холивор по поводу антивирусов. Какие хороши, какие плохие и так далее. Я вот пользуюсь именно этим антивирусом. Очень им доволен. Знаешь, я тоже им пользуюсь. Как-то странно, почему они еще не находят. Почему они еще не находят? Или вирусы? Нет, почему я не могу посмотреть номер? Я тупой? Да. Да. Я тупой. Нормально смотрится дожди. А, вот. Security Essential. Все, дошло. У меня версия 2.1.11. Да. И потом сразу будет 4. Тройки не было. Не переживай. Отлично. Вот. У меня, после этого, правда, еще и стал включить дискус, но потом вот и прошло. Расскажи нам, как знаток Ubuntu, почему 44 комментарии вот от этой новости. Да, конечно. Юрий Гагарин очень популярна личность Ubuntu. Сергей, честно говоря, я не знаю ничего об Ubuntu Linux, кроме того, что у них очень смешные названия с буквами алфавита одинаковыми. Вот. Выпускают у него очень странные даты. Раз в полгода. Вот. И как будто он, наверное, нужен. Все. Все. Хорошо. Нам не хватает. В этом трейде не хватает фотографий девушек косплееров. Да, очень. Нам не хватает линуксоидов. Если вы умеете писать статьи на эту тему и хотите что-то написать, хотя бы в блог нам напишите, мы почитаем. Потому что тема, судя по 44 комментариям, тема популярная. Ты почитайте комментарии. Может эти комментарии будем в… Какая разница? 44 комментарии, а не в Африке 44 комментарии. Вроде, зачем это надо, да? Тут даже Азаров смотри отметился, видишь? Судя по фоточке. Так он во всех отмечается. Ругает кого-то. Не обращай внимания, он у нас во всех ходит. Почитай. Отлично. Есть один, который… Наш любимый… В одну сторону пальчиком, а есть другой, который в другую сторону пальчиком. Приходите к нам в гости, мы вас кофе угостим. Хорош. Посмотрим в ваши глаза честные. Ладно. Все? На этом все. Переходим к следующему блогу. Солнце закончилось. Переходим к следующему блогу. Привет! Последняя часть нашего видеоблога посвящена бизнесу и локальным новостям. Бизнесу. Давай про бизнес поговорим. Все рапортуют о квартальных… Убытках. В квартальных результатах. Nokia вот была первой, аэропорт рапортовала об замечательном убытке в 1,3 миллиарда долларов. Операционные убытки. Вот. Ну это, в принципе, ожидаемо было. Никто не ожидал, что Nokia сразу вот так сейчас стартует большую прибыль. Смартфоны только начали продаваться в доме на Windows Phone 7. Смотри, доход составил 7,4 миллиарда. Операционный убыток 1,3 миллиарда. Величина чистого убытка составила 590 миллионов евро. Евро, да. Евро. Немало. Из них смарт-девайс и сервисы составило 219 миллионов. То есть остальные части тоже работают плохо? Да. То есть не только смартфоны Nokia делают плохо. Все остальное тоже делают не очень хорошо. Руководство Nokia отмечает, что ожидало некоторого ухудшения финансовой платформы на период перехода с одной милии на другую. Одна фактически результат оказалась несколько хуже прогнозированных. На Android надо было переходить. На Android. Позмо. Вот. А дальше такая хорошая новость. Позитивная? Да. К 2013 году Microsoft Intel планирует отнять у Apple iPad более 20% рыночной доли. Учитывая, что сейчас у нас 2012 и пока что доля защитляется считанными процентами. 20% за последние полугодия. Ты в это веришь? Почему нет? Рынок растет. То есть. Подожди. Microsoft, наверное, планирует отнять с Windows 8. Windows 8, мы знаем, появится в октябре. То есть они планируют 20% рынка отнять в октябрь, хорошо, пусть весь октябрь. Октябрь, ноябрь, декабрь. Три месяца. За квартал, мы знаем, Apple продает сколько устройств? Ну, помню. 60 миллионов. 60 миллионов, допустим. Нет, прошлого не продают 60 миллионов. Надо 20 играть. Значит, 40 миллионов продают они в квартал. Смотри, по сравнению… 40 миллионов планшетов на Windows 8 на Intel никто не купит за квартал. Может быть. Вопрос в другом. Вопрос в том, что сейчас планшеты на 7-ке не продаются вообще. И 8-ка в этом плане будет действительно более выигрышной. Хотя бы из этого Метра. Intel, тот же Ivy Bridge, те же Атомы энергоэффективные. То есть у него будет более-менее нормально с автономностью, они будут более-менее тонкие. То есть по сравнению с 7-кой и с планшетами на 7-ке это будет реально небо и земля. И люди, которые будут интересоваться этим продуктом. Не боюсь земля, но не для того, чтобы отнять 20% рынка. Сейчас Samsung сколько занимает рынка с людьми замечательными планшетами. Amazon. Не такие цифры. Я сегодня, кстати, прочитал. Только сегодня с утра прочитал новость по поводу того, что каждый четвертый покупатель… Представьте себе магазин, да? Приходят люди покупать что-то. И каждый четвертый покупатель iPad'а – это человек, который впервые купил технику Apple. То есть это не просто человек, который в одном кармане iPhone, в втором iPod, в третьем что-то еще дома стоит MacBook. Это нет. Это просто реально нуб. Человек, который в систему вошел с помощью iPad. И он пропал. У меня, кстати, было точно так же. То есть первый продукт Apple'а у меня был iPad. То есть вот уже после iPad'а пошел iPad, возможно, когда-то MacBook и все остальное. Но он заразился именно через iPad. Когда он пропал, все птички пропали. Да, да. Интересно, каждый четвертый – это первый покупатель подшедший в систему. И еще интересная цифра. Треть всех домохозяйств, треть всех домохозяйств в Америке есть… Какие-то устройства Apple. Какое-то устройство Apple. И самое большое процент… Какое-то устройство Apple или устройство iOS? Нет, какое-то устройство от Apple. В принципе, железка от Apple. И больше на первом месте это, как ни странно, не макбуки, айпеды и не айфоны, а это iPod. Айподы? Ну реально, ты можешь себе представить, что ты смотришь на 100 человек, у каждого третьего из них, грубо говоря, есть устройство… Айподы держат 90% рынка мобильных плееров в Штатах. То есть в чем проблема? Ну далеко не все музыку слушают, извини меня. Тем не менее. Их продалось сколько там? Ну каждый третий. 100 каких-то миллиардов флотов. Каждый третий. Представляешь? Полмиллиарда или миллиарда. Да очень много флотов. Не помню цифру, но меня это реально удивило. Так. Facebook. Рапортую, что вот-вот скоро у них уже будет миллиард пользователей. Вот. Еще немножко и каждый житель планеты будет иметь аккаунт в Facebook. Вчера, кстати, очень была новая серия хаоса вышла. Кто-то смотрит. Смотрите новую серию хаоса. Там тоже было так прикольно. Хаос инвестировался в Facebook? Нет. Там мне просто напомнило, там сказали, что очень-очень редкое сочетание характеристик при диагнозе. Он говорит, там встречается один раз там на миллиард, и говорит, ну и что вы хотите потенциально семь человек есть, у которых может быть это заболевание. То есть тут вот так же. То есть у каждого седьмого человека на земле есть аккаунт. То есть тоже интересно. На самом деле это Google отчитывается в преддвериях IPO. Собственно Instagram он для этого покупал. Сейчас выйдет на рынок. А ты можешь описать, как ты считаешь, что для современного человека должно быть must-have вот в сети? Ну допустим. Аккаунты? Да. Электронная почта хотя бы одна. Хотя бы одна. Facebook, Twitter. Три. Хватит? Что еще? Хватит. Я тоже так думаю. В наших условиях возможно еще ВКонтакте. 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 Twitter мы сказали. Twitter два раза. Ну дальше уже по желанию. Почта и Facebook это реально must-have просто. То есть вы заходите в почту для того, чтобы просто общаться и заходите в Facebook для того, чтобы показать там здравствуй мир. Hello world. Я есть. Я вот так вот выгляжу. То есть опять таки. Это действительно как бы хорошо. Это визитка. Помнишь? Давным-давным-давно, когда человек хотел видеть о себе, что он есть в интернете, он делал себе сайт визитку. Я там такой-то, такой-то. Я журналист занимаюсь. Это вот моя фоточка. Это моя собачка. Там куляешь, там точка. Все, смотри. Хорошо. Если знаешь, Zuckerberg так и планировал, именно поэтому в Facebook рекомендуется по своими именами заводить аккаунт. Так, ладно. Apple троллит Nokia. Фоточка классная. Nokia. Не, не слышу. Убытки не, не знаю. Пацаны, все клево. Так, доход. 39 миллиардов, из них 11 миллиардов чистая прибыль за квартал. 12 долларов в расчете. За квартал 14 на 11 миллиардов. Продали немножко не мало. 35 миллионов айфонов и 12 миллионов айпэдов за квартал. Ранее годом цифры составляли 24 миллиарда и 6 миллиардов. То есть чистая прибыль выросла практически в два раза. Пацаны выпустили неудачный айпэ, айфон 4s. Представляешь, что будет, когда выпустят пятый айфон, который там действительно с новым дизайном. Нет, есть плохая новость. Смотри, если поискать, есть. Давай, давай. Сейчас. А вот плеера айпод из года в год продолжает продаваться все меньше. В данном случае это 7,7 миллионов гаджетов. На 15 процентов меньше, чем годом ранее. Реально, я думаю, все-таки убьют айпод. Тач, тач. То есть вот эти маленькие, вот эти прищепки будут, как бы, довольно долго еще продавать. Омегас наоборот. Почему? На прищепке не софт не продашь. Какой-то смысл? Я буду нравить прищепки. А это музыкальная компания, подожди. А как ты туда музычку закидываешь, дорогой ты мой? Не через iTunes? Нет, это понятно. А ты через iTunes музыку не покупаешь? А приложение? Нет, я не покупаю. По 90, ты не покупаешь. А ты покупаешь? Я покупаю приложение, честно. Подожди, подожди, а сейчас музыке шло? Все, я съехал, ничего не буду. Дальше смотрю. Да, Google запустила Street View в пяти городах Украины. Ура, Google! Особенно в Донецке классно показал, показал себе Street View. Да ладно, такое бывает везде. Фоточки между гаражами. Нет, по самом деле, я уже пытался рассказать эту тему. Расскажи. В нашей стране... Если тебе еще что сказать, не держи себя. Я тебе не рассказываю. Я тебе даже перебивать не буду. Начинаю рассказать прямо сейчас. Конечно, спасибо тебе. Я слушаю тебя очень внимательно. Давай. Да. Так вот. Донецк. Донецк. Не только Донецк. В нашей стране Street View очень неудачный сервис. Потому что вот у меня на улице рядом с домом пять раз эту весну снимали асфальт, вынимали трубы, клали их обратно. Машина в угол Street View проехала, все хорошо, улица есть. Так и в Донецке. Проехала, улица была. Еще офис и улица была на месте. Теперь ее нет. Что у нас? Навигацию делают, да? Сделаешь ты навигацию мимо всех этих ямочек. Слушай, 146 лайков. Не, так оно классно. Будем надеяться, что будет увеличиваться. Пока что Киев, Донецк, Львов, Одесса и Харьков. Надеюсь, что будет для других городов. Конкуренция между Яндексом и Гуглом всегда хорошо. Правда, пока я по нашей стране пользуюсь Яндексом. Ну, за рубежом Гуглом, естественно. Так. Что это такое вообще? Это наша Сколково, что ли? Да, это наша Сколково. Это к вопросу о том, что после случаев с розеткой и другими нашими интернет-сервисами все сервера уедут куда-нибудь. Но нет. Сказали, вот тогда в Беник-Хилл что-нибудь будет стоять, чтобы она могла спокойно прийти. Приехать. Да, да. В комфортных условиях. Веерная проверка. Покажи, да. Покажи, да. Покажи, да. Покажи, какая хорошая, хорошие условия. Вот поднимите. Красиво, если можно легко было вынимать их из стоек, не ломая. Все продумано. Все для людей. Отлично. Так. Один миллиард долларов все, слушай, реально копейки. Отлично. Один офис, один жилой комплекс. Сразу для налоговой жилой комплекс. Люди будут жить там рядом. Вышел с утра на балкон. Грузовой лифт обязательно будет два грузовых лифта, чтобы было удобно все вывезти. Работать это все будет на альтернативной энергии. Конечно. Не буду дальше развивать все. Не развивай, пожалуйста. Не стоит. На какой энергии будет работать эти слои. Все, хорошо. Давай дальше. Укртелеком заинтересован в скорейшей продаже своего микроба. Своего микроба хочет продать Укртелеком. Сначала хотели продать просто Укртелеком. Потом они решили, что мы лучше продадим отдельную компанию, которая имеет лицензию на 3G-связь. Назвало ее 3МО. Не дай бог продается еще какую-то лицензию и потеряет преимущество. Дело в том, что Сбербанк России может потребовать от Укртелекома досрочно выплатить кредит в сумме 250 миллионов, если компания не удастся продать 3MOP. Которую условно неизвестно куда? Уже это кошмар. То есть это кошмар. Нейминг 3MOP – это ужасно. Логотип ужасен. Сбербанк России на рынке Украины – это еще более ужасно. У меня там до сих пор лежит тысяча рублей, которые мне не вернут. У меня больше. Пусть отдадут. Пусть отдадут и пересчитают по ценам, когда я клал туда эти деньги. Кложил. Ужас какой-то. Хватит жаловаться. Теперь пусть МВД жалуются. МВД пожаловалась на хакеров. Ну и правильно. Они плохие сказали в МВД. Так не удалось найти МВД, я так понимаю, хорошего администратора, который может поставить… Да, условия были несколько странные. Почему-то я когда загрузил там 10 фоточек в один поток, был заблокирован на нашем сайте как злостный хакер за ДОС. Они не могут себе поставить нормальный софт? Или что? В чем проблема? Я не знаю, на чем у них сайт. У них могут быть. Почему? Может, ну и на указе вообще, знаешь. Ну, если какие-то печальные у нас в этот раз. Так… Не говори слишком быстро, нас же смотрят на полуторной скорости. Так, розетка или постепенно устанавливает роботоспособность? Да, как стало известно, обыск закончился уже в розетке. Вот. Дальше предстоит долгая судебная история. Процесс совокупления считается удачным, если вам удалось купить или продать хотя бы одну сову. Я дочитал первую книгу Гарри Поттера, поэтому мне очень весело. Вчера только. Хорошо, ладно. Прокомментируйте эту новость. Все хорошо. На самом деле, как бы Чечеткин дал комментарий, что все на самом деле хорошо. То есть он обижен был и расстроен, и давал довольно резкий комментарий. В момент, когда увидел, как происходил захват, полевые командиры на хаммерах, это цитата. На самом деле, как бы говорит, что налоговая делала свою работу, но конкретная форма, в которой это было произведено, была не очень хороша. Ну, перегибы на местах. Мы, говорит, там, бизнесмены, как бы, нормально. То есть если нам предъявляют какие-то претензии, давайте разбираться в суде. То есть я действительно доказываю друг другу, там, я доказываю, что я не уклонялся от налогов, вы доказываете, что уклонялся. Докажете вы, заплатим налоги. Как бы все нормально. Ключевое слово – цивилизованно. Чего и вам желаем. Окей. Дальше. Обновлено налоговое, обыскивает интернет-магазин Sokol.ua. Что-то тоже там было. Да, уже тоже, пока мы эти новости готовили и держали, уже тоже разрешилось, проверка уже закончена, ничего страшного не произошло. Ничего не нашли. Блоговая работа. Ничего не нашли, все спрятали. Сколько он все спрятал, как только начали в розетке проверять. Подтвердило проведение. Хорошо. Вот это мне очень новость понравилась. Брэндбэйдж Украина стала лидером по количеству сертифицированных специалистов уровня мастер-левел в сфере IT. Очень хорошо. Они считают какие-то онлайновые сертификаты непонятные, выдаваемые непонятно кем и непонятно где, и поэтому он сказал, что Украина у нас большие специалисты. Слышите, наши программисты очень умные. Я в это верю. Смотри, Россия заняла четвертое место, Белоруссия шестое. А мы обогнали. А Индия какое? Почему не написано? Только почему? А вот первое, второе, США, Индия. Нет, подожди, все очень точно. США, Индия, Украина, Россия, Белоруссия. Это, я считаю, просто великолепно. Я верю этому. Я верю. Ты веришь? Верь. Доверчивый. Да. Вот это реально печальная новость. Я даже отметился комментариям в этой новости. Ты помнишь, да, этот портал? Когда не было ничего и было тока Gala.net. Чатик. Я покупал на картонке эти карточки доступа, стирал там. Были карточки доступа, я этого не достал. Нет, подожди, карточки доступа к интернету. Что-то еще был этот по телефону доступ, надо было там какой-то пароль выводить куда-то что-то там делать. Да, да, да. Это ужас был. Я только поставил… На скорости 14400. Да, собрал себе компьютер и поставил там в чатике с кем-то общался, с кем-то знакомился даже. В чатик вошел, Сережа Кулеш. Да, это… Да, 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 да. Да, 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 да. Да, вот и это старейший ресурс. Чатики уже давно не пользуются той популярностью. Вот. Ресурс был продан, потом еще раз продан, и сейчас его старается переплать, профилировать. Вот. Ну, будут продавать порошок Gala. Хорошие мысли, не знаю, почему они на нее не додумались в украине отменена оплата во соединение не то что отменено но уже хорошо что новые правила предоставления комиссионных услуг то есть приходящим буду протестовывать ты сейчас как в одессе не то чтобы отменить просто теперь будет стыдно братья вроде как правило есть вроде как правило достаточно хороший теперь нельзя взимать оплату наперед то есть за 20 секунд нельзя взимать за прорекламируем сразу наши похожие записи киевстар новое правило не запрещают взимать плату за соединение если сразу же укротелеком хочет увеличить тарифы на 10 процентов то есть как только мы начали подблок уже вышла новость киевстар говорит что даже фоточка тоже видишь с телефончиком то есть что-то приняли а мы лазейки мы ищем лазейки все вот тут написано обманывать потребителя при помощи хитрых тарифов слушай давай знаешь что еще сделал два раз мы закончили с новостями дам еще по рекламируем этот раз обзоры блоги видео не будем рекламировать не будем потому что их было мало начнем с обзоров давай начнем так каком числе началась неделя у нас вот это ты писал ботанику нет ну это не я писал интересная игрушка раз терматозоиды да греется клетка я нет очень красивая хаузная игрушка атомонит и дизайн как космос или нет нет как машинариум от авторов машинариума они похожи на машинариума совсем другая но но тоже прикольно окей тест материнских плат на чипсете intel z77 от олега касища интересный тест про платы под новые процессоры дальше обзоры razer naga hex hex от олега даниилова прикольная зеленая мышка чем она интересна она светится у него кнопок много на боку да 6 кнопочек google drive dropbox sky drive яндекс диск если вы так же как я не понимаете зачем облачное хранилище то зачем тебе вам drive в облачных новичках мы понимаем да то наш нештатный автор андрей белокреницкий написал обзор 97 комментариях популярный материал смотрите обзор смартфона fly айкью 285 turbo сделал александр иван и читайте недорогая вот для чего все эти анонсы были нужны серёжа хотел показать всем чтобы не обратили внимание замечательный планшет ля пэн почему ля пэн ля пан ля паун нет зачем какая мне разница господи я думал что телевизор так в профиль похож нет это прикольный прикольный планшет с ипс экраном от первого айпэда именно от первого именно ипс 4 на 3 интересная модель от которой кстати блин просто в восторге американца которая вышла в продажу до сих пор его как бы нету то есть она предзаказы предзаказы выплатили а сейчас как бы китайцы в шоке сами от такой активности не могут собрать достаточное количество для того чтобы продать такую часть панельки для айппедов точно еще один тест от олега кассича процессор intel avibridge обзор айкора и седьмого нового и сегодня выложил выложил опыт эксплуатации galaxy tab 77 тарас мищенко тоже интересный опыт посмотрите что там царапается почитайте да про экран блоги их было много на этой неделе было много очень много вот начиная с двойца серии игровых блогов на выходные которых перечислил сергей свитличный написав о фейту про скорость доступа нам пишет роман химич до сна и блоги читайте тестирование скорость доступа в различных городах и сейчас он собирается в бровары по-моему по-моему да тизер смартфона galaxy f3 samsung сравнила пользователей других смартфонов софтами не будь овцей покупай нормальный аппарат так дропбокс теперь умеет делиться своими файлами и папками тоже кстати интересная фишка если узнать раньше надо было класть файл в папку паблик для того чтобы поделиться теперь можно на любом файле клипа или папки нажать поделиться кнопку получить ссылку получаете и результаты тестирования графики айвибридж на базе ноутбука тоже посмотрите интересно не видя через четыре дня что-то представить завтра уже до что-то писать кончит кончит отсчитывать дачи посмотрим кризис 3 первое видео google drive запущен официально сурваре он заварил новая игра создательный stalker 2 опять таки про русскую фантастику вот опять таки по 4 xinox и вот серёжа вчера написал нам про виви дисси 2012 и страшная история тоже не только почку продают на меняют имя фамилия и пол шутка это или действительно чувак такой активно на самом деле нам уже написали что действительно продают причем продают понимаешь чем дело можно даже это реально какой-то ультимативный метод есть люди у которых есть просто подтверждение confirmation они туда еще имя не вводили все могут принципе продать confirmation ты ведешь туда своими и купишь его нормально то есть это реально чувак перенервничал наверное давно решил менять себе имя понимаешь а тут такая подвалила такое счастье все по-прежнему остаемся с самым интересным ресурсом украине пройти ответили на вопросы конечно давай подтвердим уровень своего своих знаний ответами на вопрос и финальная часть нашего выпуска традиционные ответы на вопрос наша любимая часть когда можно не умничать а просто отвечать на вопрос так что давай вопрос самый популярный вопрос собравший 11 лайк собачек когда в офисе компании тисея будет произведен обыске и взятие серверов налоговой инспекции города киева мы надеемся никогда стучим по дереву следующий вопрос сеть переполнена статьями по онлайн покупкам за рубежом однако систематизированной и удобно читаем информация о том что делать в них штатных ситуациях кражи или утерия посылки поломка товара входе эксплуатации не соответствует товар описание в сети или попросту нет или очень мало в этой связи и учитывая популярность темы не думали ли вы сделать нечто подобное на вашем сайте мы делал думали сделать понимаете проблема в чем проблема в том что мы такие же люди как и вы и для того чтобы написать вот такой материал одному человеку написать его нереально то есть это надо чё сделать 100 заказов на них магазинах да и надеяться что в двух там трех из них будут какие-то проблемы и описание деть то есть самый лучший способ поиска вот такой информации на самом деле это форумы на самом деле комментарии на тех же магазинах вы заходите на форум и говорите вот вот у меня такой косяк кто с ним сталкивался и как бы коллективным разумом уже что-то подскажут подготовить такой материал чтобы он был действительно удобно читаемым интересным систематизирован довольно сложно чисто технически я надеюсь вы это понимаете дальше как вы выкладываете видео обзоры я спрашиваю везде сидишь ждешь ждешь уже все то утром выложите то вызов на роль вечера стандартизируйте это не сразу же стандартизируйте это уже второй раз нас требуется материал стандартизировать время стандартизировать понял от нас требует стандартизации уж перед этим человек просил тоже стандартный материал мне все равно боже слава богу товарищ евгений что он все равно когда мы записываемся и так рад но они должны выходить всегда в одно и то же время там дальше дискуссия интересно телепрограмму составить на эти силы когда что выходит когда статьи когда обзоры когда видео давайте давайте так мы оставляем за собой право выкладывать видео обзоры и надеюсь имеется все таки видеоблог а не видео обзор да ну да видео мы оставляем за собой право выкладывать его в начале уикенда то есть начало уикенда это понятие растяжимок вот он начинается сразу после обеда пятницу как он начинается по окончании рабочего дня пятницы неважно во второй половине дня пятницу мы выкладываем если это не как в этот раз длинная неделя и рабочий день еще будет суббота поэтому блог скорее всего появится в субботу может и в пятницу посмотрим ладно поехали дальше вопрос здравствуйте олег насколько я знаю у вас xbox 360 нет у меня так вот покупаете революционные игры или у вас прошитая консоль конечно прошитая консоль у него что за вопрос у меня нету консоли только он на камеру только рассказывает про то что он такой весь не пират сериалы качает фильмы качает игрушки пират кстати вот на вендетта у тебя стим стоит все нормально у тебя пираток нету у меня сто процентов нет у пираток на которые не пченики а почему нету пираток у тебя игровых потому что у стима нормальные цены потому что все игрушки но у меня чё костюмовские покупки оригинские игры стоят у меня и геймерс гейтовские игры стоят тоже слишком сложно для многих очень многих старых магазинов и жили сколько стоит игрушка нормально стиме примерно от 15 до 30 долларов то есть это вот такая вилка это ну да то есть 30 долларов нормально нормально новая игрушка а 50 есть если 50 есть 60 но за 60 так право это семей покупает начало распада что уже берут типа 30 долларов 30 240 гривен 280 гривен я у тебя на дону но не 60 эффекту прикупил у меня нету приставки вообще нету потому что в мою концепцию использования граны приставки не ложится никак не старенькая playstation 22 на которой дочка время от времени играет с подружками все почему только на этой круто на какую стану зарегистрирована хотя иксбок аккаунт у меня есть потому что он используется в мегасофт windows и какой-то аккаунт аккаунт у меня английский ну сори хорошо дальше так ты понял ты должен ответить купить ты обязан купить иксбокс ответить на вопрос так что ты справился вопрос по поводу кнопки прислать новость она вообще работает работает если да да то каким образом происходит модерация это специально кто-то ответственный был ли случай публикации подобных новостей до письмо присланная по кнопке прислать новость приходит тарасу мишенко человеку который занимается у нас получаю письмо прислали по прислать новость приходят новости достаточно регулярно отправила это очень сухие пресс-релизы совсем неинтересно далеко не по нашей тематике поэтому используются ими не нормальные живые люди а пиар-боты которые пытаются нет но время таким образом пролезть читателей чем порос она была даже полезная смысл смысл этой кнопки в том что вы увидели что там какой-то какую-то новость которого только-только где-то появилась и хотите чтобы она появилась так же быстро у нас и как бы делитесь с нами этой новостью допустим допустим ушел на вас на редактор пообедать полчаса вне сети а тут бац приходит ему уведомление на почту что там iphone 5 объявили срочно да на самом деле и пару новостей кто пришел из блоге на пути по даже игровой тематики так хорошо как надо слушай точно точно была такая новость потому что как я в какой-то новости читал что спасибо за присланную новость пользователю такому то даже такой вот так дальше так какой лучше купить планшет для девушки для рождения цена 300 33 500 333 500 посмотрел кассу со ipad трансформера нас гигабайт какой еще посоветуйте не могу советовать планшета девушка всех девушек разный вкус вот тут честно не в розовенький розовенький вот честно не знаю нравится этот берите возьмите 201 например он еще более красивый еще более тонкий возьмите и возьмите белый ipad девушки 2 уже будет не 3 2 3 3 с половиной подожди 2 там сколько стоит даже не помню 3 500 это сколько подожди 8 400 ну 400 там найдите возможность купить там за 400 долларов и будет сделать девушки нормальный отлично отличный подарок для девушки просто ура бэкстейш вопрос здравствуйте несколько недель назад задавал вопрос о том будет ли сравнение обзор наушников планшетов мышек и получил пожитный ответ от олега да нет человек настаивает не настаивает я не дал пацан сказал пацан я наоборот рассказал что такие сборные обзоры достаточно сложно делаются если что-то мы будем делать то собирать их готовых одинарных обзоров можно то есть да может быть это положительный ответ это положительный ответ да сергей обещал третьему числу сделать обзор планшетов чего я тебе обещал сделать обзора айрайтера я сделал так ладно обещал зарегистрировался в одноклассниках так что все окей и не совсем вопрос может посоветуйте наушники вкладыша в ценовом диапазоне 100 200 долларов я уже советовал у тебя тирс дальше 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 когда будет подробный обзор nokia lumia 900 скоро 700 было вопрос опять-таки к саше иванку попробуйте задать ему в комментариях или напишите на почту у нас есть такая хорошая кнопка о команде там есть почта можно реально написать автор хороший вопрос следующий почему бы вам не задействовать оператора как в программе с фк в тв на нашей раше критиковал бы каждый второй вашу реплику он так критикует сидит просто когда не критикует он сидит и играется не не может идти ковать частности руками разводить критики нет так как вы относитесь к серии книг stalker спасибо не отношусь давайте расскажу я мне это есть нравится да а ты играл некоторые играл в stalker stalker играл как 1 3 1 пробовал пробовал минут 5 ты же не игрок сам признавался ну что дождь я не игрок но при этом я джи тей первый как один из самых первых там где майами майами вайс или какой 3 3 3 3 3 прошел полностью а макса пэйна прошел полностью два раз вспоминаешь времена когда кем-бране винить и локими як он и маленький аквейк прошел пустоту аренат местный отрез прошел до последнего уровня 3 раза я когда-то игрался считаете любую эту литературу русской фантастика несомненно какая же она еще британская что билетристика редкостная билетристика подожди там серия серия очень большая большая там даже зоричи пишут я знаю да и там есть реально заранее пару книжек там было очень удачно недавно читал мне даже что-то нравилось вполне мне на самом деле с этим нравится вот эти как и как он называется по модам скажи развалины там просто пока да вот типа метро 2033 вот этот сеттинг мне нравится поэтому сталкер у меня прошел очень хорошо вот так вот все вопросы к русской фантастики перед рисуем сережу он большой фанат оказывается подскажите пожалуйста какой сервис лучше всего использовать для выполнения неденежных операций я знаю только в обмане вопрос то какие денежные операции вам нужны не совсем понятно более разронутый вопрос пожалуйста задать вам может есть paypal опять-таки есть кредитка есть портмоне . ну то есть да непонятно что вы имеете произведите вслух вслух средний класс смартфонов самый актуальный на данный момент с разрешением дисплея 800 на 480 который стоит обратить внимание знаю сложно но можно кратко там дальше пошло вообще челом бью всегда ваш зритель мы очень рады владимир лёвин мы передаем вам привет и вашим гикнутым друзьям за то что вы нас смотрите ну реально как бы я не специалист смартфонов я не могу ответить ссори опять-таки iphone у него не только не такое разрешение так димон 1990 чем опасно облачное хранилище можно туда заливать скажем так фотографии без опасения что какой-то старпер сис админ не уложит их потом в сети знаете очень долго ходили истории и я даже знал одного такого человека люди которые печатают ваши фотографии да 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 они собирают коллекционируют всякие пикантные картинки коллекционируют и причем как бы у них реально вот есть люди вот один человек допустим собирают только фотографии там с пляжа один человек только с собачками там или как-то еще то есть у всех есть своя тематика это только-тараканы только-только с унитазами допустим какие-то фотки в отклеивать себе туалет вероятность там где задействован человек кстати интересно очень недавно была ситуация люди интересовались а вот могут ли админы дропбокса например посмотреть какие-то у вас сайты или какие у вас файлы лежат они все могут то не админы то есть в том же гмэйле могут ваши письма почитать боятся все что вы выложили в сеть все равно куда в облачное хранилище там социалку в закрытую папочку там еще куда-то вот как только вы выложили взять все можете забыть о приватности она где-то до всплывет так что пугаться этого не стоит не фото я сам по ней конечно обещают не вот эти себя в голом виде и все будет хорошо здравствуйте будут лечить серые телефоны с первого марта с первого марта не будут какого года с первого марта этого года не будут все-таки стоит ли покупать amazon кингу по да вы знаете стоит особенно вот эту поле дешевую версию которую упустили который там 8 гигабайт вот высотка до дешевле 200 он отделил сама железка очень приятно вы можете вот и для какой-то девочки там допустим или там непродвинутого мальчика там реально можно читать книжки можно смотреть там сериалы где-то очень приятная там оболочка то есть сама железка классно все реально прикольно держать руках цена не очень высокая на уровне китайских планшетов железка классная если вы более продвинутый вы можете спокойно залить туда там цианаген какой-нибудь и юзать его реально как полноценный android планшетом с маркетами со всеми делами то есть как по мне стоит очень удачная модель дальше будет ли найти сила кнопочка версия для печати было бы удобно сохранять статьи в закрома родины во первых мы за экологию против бумажного офиса во вторых мы долго обсуждали нужна ли кнопочка для печати и провели опрос пообщались с людьми оказалось что кнопочкой на текущий момент пользуются считанные единицы нет целесообразного я могу посоветовать есть очень много сервисов плагинов для браузеров которые позволяют в том же сапаре есть там ридер мод да есть под хром очень прикольный виджет клирик клирфай по моему это то же самое нажимать кнопочка появляется так очень красиво так только только текста ты же из этого только текста можете распечатать риды тлейтер всякие то есть любые сервисы по сохранению ссылок они умеют делать вот именно это то есть делать удобно читаемый вид пользуйте их да дальше это просто дождь и хотелось бы услышать ваше мнение когда будет падение цен на процессор от интер второго поколения максимально приемлемый до покупки будете дальнейшее падение цен на материнские платы на базе чипсета z68 падение цен будет это я естественный процесс будет ли падение на материнские потенции от восьмом учитывая что вышел 77 это наверное да но более подробно ближе к осени так понимают бы кто шкул когда начнут активно продвигать 77 будет 68 более подробно на это просто нет на кассич в пока месяца который выйдет вот сразу после майских праздников еще один александр к какие смартфоны цепи с экраном планируется к выходу 2012 году в среднем с новом сегменте какие из них выглядят наиболее интересно обычно это это ужасно молитвы и да глаза после сообщения согласен с вами и посмотреть страшно хочу вас не устраивает на и поди четвертом ней без экран там очень очень неплохо от автоматик состоит очень неплохо подито там он стоит как бы реки во то есть как бы разрешение там такой же высокой как на айфоне там айпиес да таком чек если говорить не на айпиес мадрил ха там очень хороший так он говорит на айподе хороший после общения с айподом 4 на ней без экран смотреть жутко ну на айподе типа клевая на остальные жутко его смотреть человек считает что на айподе айпиес ну хорошо ладно вопрос к саше его не знаю все ты игнорируешь вопрос для я не знаю какие смартфоны будут ходить себе с экраном сергей следит только за одним смартфоном смартфон называется iphone 5 здрасте я слежу за планшетами я лучше спросить у меня когда выйдут нормальные ноутбуки с айпиес экранами и матовой поверхности знаю скоро то же самое я могу про смартфоны сказать все все закончили мы еле закончили эту запись потому что же ранее мы верны впереди очень много праздников проведите их с умом проведите их на улице не смотрите наш видеоблог если видеоблог посмотрит хотя бы 2000 человек это значит очень плохо может возьмите с собой планшетик поставьте на улице отдыхать надо пусть глаза отдохнут планшетик а просмотры хороших вам выходных и пока и пока станут не все все поехали еще раз тебе не понравилось или понравилось ты не печатай громко хорошо м-м-м-м-м-м-м-м-м-о-рп-г ну так себе не конвертированного не конвертина не конвертированное давай просто видео какая разница и хотите продемонстрировать свой высокий статус даст карман ты где доставишь широкого кармана белый здоровенный заканчивать